Всем привет! Мы в городе Тампа, Флорида. Мы приехали в даунтаун города, и то, что это даунтаун, легко понять, посмотрев на небоскребы. Обычно где небоскребы, там и даунтаун. И в таком случае, когда приезжаешь в город на машине, нужно в первую очередь подумать о парковке. Когда мы искали информацию о парковках в городе в интернете, мы нашли, что есть несколько крытых парковочных комплексов, которые называются паркинг-гараж, которые подведомственны самому городу, и цена за парковку на них ниже, чем на частных паркингах. И мы встали в одном из них, который называется По-гараж. Он находится прямо рядом с Тампой Музеемов Арт, также рядом с детским музеем, и недалеко от одной из популярных прогулочных зон в городе, которая расположена вдоль реки, и называется Ривер Волк. Мы сейчас пойдем в музей, а потом после музея погуляем по Ривер Волку. Парковка нам обошлась в 9 долларов за полный день. Также есть возможность почасовой оплаты, если вам нужно там на час-два. Первый час стоит 1 доллар, дальше каждый следующий 2 доллара. Но как только ты платишь 9 долларов, это автоматически дает тебе возможность стоять там весь день. И вот мы подходим как раз к этому музею. Тампо Музеемов Арт. Он довольно большой. Пока не знаем, какие там выставки, но точно что-то интересно. Не успели мы войти в музей и уже обрадовались. Оказывается, что вход для студентов университетов здесь бесплатный. Нам нужно было просто показать свои студенческие ID-карты. И вот бесплатный вход нам обеспечен. Очень приятно. К сожалению, часто в Америке музеи, особенно арт-музеи, довольно дорогие. Например, наш Чикагский арт-музей стоит примерно 20-25 долларов за вход. Когда есть возможность посетить музей бесплатно, но сразу настроение улучшается. КОНЕЦ 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 Что скажешь про музей? Мне понравился музей. Не очень большой, но и очень интересный. И с таким вот балкончиком. А на выходе из музея есть небольшой сувенирный магазин, где мы купили вот такой небольшой сувенир. Это для Антона, где написано I'm a planner, I plan things. Потому что Антон у нас кто? Urban planner. Мы вышли из музея и теперь пойдем гулять по Риверволку. Это недавно обустроенная набережная реки Хиллсборо в центре города. И отсюда, кстати, хороший вид на вот это необычное здание с куполами. И это местный университет, University of Tampa. Тут довольно уникально выглядящий университет. University of Tampa выглядит как какой-то монастырь или соборы. Ну нет, это просто университет, просто таким интересным кампусом. И он находится прямо напротив даунтауна. То есть по сути вот даунтаун здесь через реку напротив. Кстати, давайте немножко пару слов про погоду дня. И с нами рубрика «Погода дня». Сейчас 18 градусов и довольно солнечно. Но из-за того, что дует сильный ветер, я как-то подмерзаю. Поэтому пришлось дополнительно набросить на себя ветровку. Кстати, мы заметили, что в городе очень много стройки, вообще все вот кругом. Вот здесь строится здание, даже музей немножко ремонтируется там через дорогу. И вот как будто бы тут прям очень-очень много всего нового. Вот напротив вот на той стороне реки вот там вот краны. И может быть такая вот собачья площадка вот с такими бетонными элементами тоже была состимулирована вот активной стройкой. Я не знаю, с чем это связано. Могу предположить, что просто в Тампу как-то приходят инвестиции, развивают и очень много всего строят. Очень, кстати, популярный город для мигрантов, кто приезжает в Америку и вот думает, куда поехать. Зачастую Тампа – это вот такой их выбор номер один. Ну, почему бы и нет. Хорошая погода, хорошее расположение. Это, кстати, собачья площадка. Мы только что видели, здесь бегают собаки. Посмотрите, какая она интересная. Она вот такие вот бетонные элементы. Отличается от какой-то стандартной площадки. Тут собаки с удовольствием бегают. Вот это особенно, наверное, интересно. Какие-то трубы. В» В''тх» «Какие-то...» Продолжение следует... 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 в этом месте сделано все просто просто шикарно это оригинальная мойка которая была установлена в мужском туалете как здесь написано когда здесь были цеха и тут надо нажимать вот так вот на педальку то есть я вот так нажимаю и льется вода можно помыть руки вот это вот кстати все тоже оригинальное это все сохранено и оставлено в таком виде в общем-то как это все было раньше диван вряд ли оригинальный но очень подходит к местному стилю вот эта вся краска вот она 100 летней давности кто-то скажет что это просто старые щитки из гаража кто-то скажет что это современный редевелопмент бывших производственных зданий вот и вот и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Интересно Как дела? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 это католический собор, один из самых старых в городе и он конца 19 века постройки как они пишут на своем сайте когда сюда приехали испанские исследователи они привезли с собой католическую церковь и потом построили такой собор довольно симпатично, в Америке вообще редко встречаются такие соборы роскошные, в отличие от Европы выделяется, можно сказать мы погуляли немножко по Даунтауну мы сошли с Ривер Волка и зашли в центр, где небоскребы, здания твои впечатления? ну как-то не показалось, что здесь есть что-то прям супер интересное как обычный Даунтаун, но с пальмами ну да, тут есть несколько интересных исторических зданий вот театр был, церкви, но в принципе очень похоже на обычные Даунтауны, центры городов, бизнес, районы любого другого города, там за Кливленд, Питтсбург в общем, любой город среднего размера в США мы немножко переехали с Даунтауна и приехали в интересный райончик который называется Ибор и сейчас это такой, ну как, развлекательная часть города то есть это такой променад, где много-много разных кафешек, заведений а раньше это была сигарная столица Флориды вообще здесь вообще Тампа называлась Сигар Сити и здесь делались сигары и все это развивалось очень активно с середины 19 века до Великой депрессии 1930-х годов когда после этого многие индустрии, автоматические системы заменили ручной труд людей, которые крутили сигары ну и, соответственно, вот этот район начал так немножко угасать но раньше это просто был центр сигарной жизни вот всего региона и видно, что здесь есть интересные здания мы сейчас прогуляемся туда-обратно, посмотрим мне кажется, тут немножко дух такого нового Орлеана может быть судя по вот зданиям ну давайте посмотрим вот этот район называется так вот странное название Ибор с тех времен ну, кстати, здесь стоит очень стойкий запах сигар видимо до сих пор здесь продаются и, может быть, кто сюда приезжает покупает сигары и курит в честь вот этого прошлого этого района похоже, что все эти здания это все бывшие сигарные фабрики тут есть некоторые картинки как это все выглядело раньше а и и и и и и и не ожидаешь в центре города с довольно большим населением видеть петухов очень интересно но в городе есть петухи и куры вы слышите тоже похоже на несколько мест 1 это little gavana в майами район где тоже петухи ходят по улицам и и 2 ки-вест тоже здесь во флориде где тоже петухи спокойно гуляют по улице и кричат так нас встречает петух и кура что хочешь от нас как дела нам дорогу кстати не идет значит он разбирается что там он может задавить ну в этом райончике мы будем заканчивать наш день и уже двигаться в сторону отеля мы находили уже 10 километров по городу и и честно говоря ноги уже гудят устали так что спасибо что смотрели это видео и подписывайтесь на наш канал еще не подписаны ставьте лайки и до скорых встреч до новых видео пока 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 вот скриптом мы заселяемся на ночь в отельчике в тампе и с виду снаружи этот отель выглядит как обычный придорожный мотель но внутри у него комнаты выглядят совсем не так как обычно в мотелях потому что здесь есть кухня да мы зашли очень удивились потому что тут есть ну как стандартно там кровать стол машина все обычно но тут прям настоящая кухня с посудомойкой с холодильником с микроволновкой с посудой это вообще большая большая редкость такого в мотелях не бывает никогда очень интересно ну вообще так очень прилично выглядит и туалет сделан хорошо очень нестандартный мотель первый раз мы в таком